Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, я еще раз подумал. Подумал, ну почему вот так все нечестно? Ну почему некоторые открывают свой канал? У них сразу сотни подписчиков. Ну, я имею ввиду сотни тысяч. Сотни тысяч подписчиков. Их репутация никакая. У них прошлое криминальное. Морды мерзопакостные. Несут какую-то чушь и вранье. Потом их ловят на вранье, они продолжают врань. Сплетни, страхи, заговоры. И сотни тысяч подписчиков. Моментально. Юрий Борисович, а как дела у Путина сегодня? Вот прямо сегодня. Как дела у него? Да плохо у него дела, конечно. Они вот так вот все задорно это рассказывают. И как на дрожжах растет. Ну неужели люди любят вот смотреть на уродство, запугивание это все? Это время трагедии западной цивилизации. Которая находится, судя по количеству желающих проголосовать за Трампа, на краю самого настоящего обрыва. Вот что значит треба для хорошего русского, чтобы вот украинский зритель его смотрел, чтобы там Диаспора его смотрел. Кстати, Диаспора, Юэй делает огромную работу. Два с половиной подписчиков. Полтора просмотра. Как? Они проделывают и дают реальную информацию. Швейцы разные, коммуняки, яковенки разные, алкоголики, преступники военные. О, тут миллионы. Миллионы, причем сразу. Ну да, первый вопрос это все про тот же Ленд-Лиз. Давай и так я его поверну этот вопрос. Не про Ленд-Лиз, а в контексте того, что происходит в США, в ноябре предстоят выборы в Конгресс. И ты знаешь, что республиканцы занимают такую весьма сдержанную позицию по части увеличения помощи. Украине, на твой взгляд, повлияет это или нет на все эти вопросы? В частности, на это пресловутый Ленд-Лиз, которым мы уже всем нервы истрепали. Значит, привязавшись к словам. Ну вот, что ты думаешь? Не устану, не устану объяснять. Ленд-Лиз – это не список вооружений. Ленд-Лиз – это процедура, которая упрощает президенту Соединенных Штатов выделять средства на помощь стране, в отношении которой принят закон о Ленд-Лизе. Уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Поэтому, ну, опять же, не надо забывать, что во время предвыборных обещаний ничего только не скажешь, а когда приходишь к власти, начинаешь проводить реальную политику. Я не прогнусь! В прямом смысле слова, за нами наблюдает история. Что же нужно для хорошего русского блогера? Значит, пошаговая такая инструкция, методическая нужна. Первое. Открыто заявить, что Путин – убийца и новый Гитлер. Вот прям. Смело так. И заявить. Все. Второе. Громко хлопнув дверью уехать из России. А кого х**ня ты называешь, моя полковник? Ого-го, перепрошу, давайте не будем в нашем эфире свариться, будь ласка. Ну, предварительно желательно поработать в каких-нибудь соцсетях, американских агентствах соровских разных, там, Global Media, например, Радио Свобода, Голос Америки, все вот это вот Леватское, все вот это вот Соровское. Побороться за права человека, так называемое. В общем, чтобы посудиться где-то, поскандалить. И это вот второй. Третье. Найти этнические корни в Украине. Вот у меня там бабушка, прабабушка, что-то, значит, найти. Это мне знакомо, потому что раньше скрывали что-то евреи, теперь было модно что-то евреи. Ну, у всех бабушки, дедушки там были евреи. Все по маминой стороне, под папиной нафиг не надо. Вот. Теперь опять не модно быть евреем, теперь опять нет. Вот тоже. Значит, искать корни, значит, к Бандера, к Петлюре, найти вот эти вот корни. Родственные вот тянет, 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 чтобы их тянуло на историческую родину. Вышиванку одеть, там еще что-нибудь такое. Четвертое. В российских СМИ, ну, чтобы было как подтверждение, что действительно враг народа России, выкинут несколько статей и сообщений о внесении в список иноагентов. Это тоже необходимо. Пятое. Начать, вот это очень важно, начать собирать донаты на помощь и дроны для спецподразделения. Повесить флаг этого подразделения с подписями и благодарностями от бойцов и флаг Украины на фоне вещания. У меня тоже это висело, но мне не помогало. Но я там это делал, потому что ребятам было приятно это видеть. Шестое. Освещать успешные действия ВСУ, быть самым ярким русофобом, постоянно использовать термин «трамписты» и отмороженные радикалы «мага». «Мага» – это отмороженные совершенно люди, они в меньшинстве, но плохо то, что в их руках помощь Украине. «Говорить, что ленд-лиз работает, не нужен». Закон о ленд-лизе работает в полном объеме, но это закон не о деньгах, это закон о том, как снять бюрократические барьеры. В ленд-лизе, что характерно, что тот, кто им пользуется, требует того, что им надо, нету никаких посредников и есть цена. И именно эти моменты заблакировали ленд-лиз для Украины, потому что нету цены, все будет в скрытых контрактах и есть посредники. Можно накручивать сколько угодно, можно рисовать. Я говорил с другом, американцем, который был аудитером войны в Ираке. И говорили тоже про Афганистан, потому что меня интересовало, каким образом можно было нарисовать 2 триллиона. Ну 2 триллиона в Афганистане, все можно нарисовать, все, потому что если тайна, есть посредники, можно накручивать что угодно. Смотрите, казалось бы, что с точки зрения, ну это гранты, ничего не надо платить, да? Правда, гдают гранты лучше, чем ленд-лиз, правда? Конечно. Только вопрос в том, что платим за это кровью. Ленд-лиз это не помощь, это упрощение процедур для президента США, которые позволяют ускорять эту помощь и так далее. Почему Украина не настаивает на ленд-лизе, надо спросить не нас, надо спросить руководство Украины. Раз. А во-вторых, оно, наверное, взаимодействует с руководством США и не просто так, еще иные способы приема поставок вооружения, военной техники. Вам создали легенду про ленд-лиз, накачали эту тему. Но она очень тесно связана с критикой администрации Байдена и с трамповской повесткой. И здесь уже вопрос не практического использования ленд-лиза, а скорее сектантское верование в том, что Трамп пришел бы, все порешал, а Байден плохой левак и так далее, и так далее, и так далее. У каждого может быть свое мнение на этот счет. Мы не принимаем критику по поводу ленд-лиза, отрицаем ее, потому что, первое, мы никогда не агитировались за то, что ленд-лизом не надо пользоваться. У Юра вообще есть речь, где он говорит, пожалуйста, хорошо. Я многократно говорил, мы за ленд-лиз, давайте нам любой ленд-лиз. Завоевать таким образом доверие аудитории, начать поливать дерьмом Трампа, это очень обязательно. Угрожать, что он сдаст Украину и перекроет помощь. Украинскому народу и украинской армии в частности, необходимо четко предусмотреть перспективу, при которой новая американская помощь в следующем году будет либо опять существенно задержана, либо полностью прекращена навсегда, по крайней мере на долгие годы, пока у власти будет находиться администрация Дональда Трампа. Ну и, конечно же, хвалить Байдена, Байден при Де, порядок на Ви Де, все равно с Байденом понятно, он предсказуемый, Трамп не предсказуемый. Как будто Трампа не было президентом и ничего, в Украине творился хаос. Это он не давал оружия, это он вывел корабли с Черноморского бассейна. Символ поддержки Украины назвал прибытие эсминца Дональд Кук в Одессу спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. Он и другие представители Соединенных Штатов в который раз подчеркнули, Америка не признает агрессию России в Керченском проливе и требует немедленного освобождения украинских военнопленных моряков и захваченных кораблей. О чем еще сообщили гости и как выглядит вблизи символ американской поддержки Дональд Кук, далее в сюжете. Дональд Кук – эскадренный миноносец четвертого поколения. Его основное оружие – управляемые крылатые ракеты «Тамагавк». Они способны нести ядерные заряды. На борту эсминца помещается одновременно 96 ракет. Этот мультифункциональный корабль может выполнять многоуровневые задания. Это полный спектр морских операций, поддержка огня с суши и противоракетная оборона. На носу 127-мм артиллерийская установка. Каждые три секунды – выстрел. Высокие волны в море – не помеха для точности выстрелов. Прицел регулирует стабилизатор. Экипаж корабля – 300 человек. Эти два катера на корабле Дональд Кук используют не только во время военных операций или учений. Их также спускают на воду, если кому-то за буртом нужна экстренная помощь. Эсминец зашел в акваторию Черного моря 19 января. Он участвовал в учениях вместе с турецкими союзниками. В Одессе Дональд Кук пришвартовался 25 февраля. Визит в Одессу – это в частности показатель преданности США людям в Украине. Этот корабль находится здесь по приглашению украинского правительства. Это признание суверенности Украины и уважение ее территориальной целостности. США твердо поддерживают украинцев, и я говорю это от имени президента США, госсекретаря Майка Помпео и других американских должностных лиц. Это он сказал, что заходите, увел в Украину небольшое захват. Это он снял санкции, а не наложил санкции на Северный поток. Это он не изгнал больше всего дипломатов из Америки, российских дипломатов. Ну и так далее, и так далее. Это не он ввел второй флот в действие в строй. Это не он начал новые войска стратегического назначения, космические войска. Ну и так далее. Это не он наложил санкции. Это не он сказал, что у нас в Госдепе было что. По поводу России, я хочу сразу же обратить ваше внимание на одно сегодня. Сегодня администрация Трампа публикует то, что мы называем декларацией о Крыме. Посылал наши стратегические бомбардировщики летать перед Крымом и на территории Украины. В общем, это все делал не он, это все делал Байден. Понимаете? Поэтому вот запугивание продолжается. Главное запугать и не забыть. Еще туда кинуть маска, вредителя Украины, такого пророссийского. Ну и всю вот эту вот, значит, трампистов. Некоторые уже чуть поменялись. Они поменяли риторику. Там вот даже Каспарф уже там говорит, что ничего так. Нет, Трамп уже все равно лучше, чем Байден. Хотя раньше это было из Чади Ады. Это капец. Там уже Гордон как-то притих. Их не говорит, что Трамп это все, это ужас, это конец, это конец Украины, это конец миру. Мы говорили перед новостями о том, что президент может и должен быть человеком. А если уйти от России, Украины, у нас в мире сейчас, среди мировых лидеров, можете назвать реально человека, который руководит государством? Вот тот же, я не знаю, Трамп, Меркель, Макрон. Это люди или это функции? Вы знаете, мне кажется, что люди. Посмотрите, какой Трамп интересный. Какие он может совершать поступки, не свойственные политикам, но свойственные людям. А вот Байдену надо памятник, кстати, притих, ничего уже. Хотя и с Джонсоном он говорил, с Борисом Джонсоном, кто-то сказал, нет, Трамп это сделал. Трамп дал помощь не демократа и не Байден. То же самое Курт Вокер ему говорил у него на программах. Ну, у меня есть целая программа, многие это видели. Смотри, это Помпео и так далее, и так далее. Это неважно, вроде чуть-чуть притихло. Но есть все равно, есть такие ярые, которые продолжают запугивать Трампа. Мой Трамп придет, Трамп придет, все капец. Обосновывая, он дурак, он то, все, ни на чем. Ну, хорошо, дальше, что же, почему, ну, это же не только у русских это получается, хороших русских. Еще хорошие американцы. У них то же самое. Возьмите полковника Макгрегора, его везде полковника Дэвиза, этого профессора Джанош Морген, какого-то там из Чикагского университета, никогда его фамилию не могу запомнить. Ну, и, конечно, Скаттер, Рейтер. Откуда у них, кто их, откуда у них все это? Миллионы просмотров. У них, в принципе, та же самая методичка, только хорошего американца-блогера. Нужно хвалить Путина. Все время намекать или открыто утверждать его дружбу с Трампом. То есть, Путин с Трампом дружит. Это перехватывается хорошими русскими, у них иногда пересекаются вещи. А пересекаются они с кем? С Трампом. Называть украинцев нацистами, это тоже необходимо. И призывать дружить с Россией. В идеале выступать еще у них за Палестину и Иран. Ну, это с хорошими русскими тоже есть. Вот здесь у них есть сходство. Но в следующей программе есть такой человек Александр Кушнир, который продолжает вот по этой методичке действовать и продолжает запугивать украинский народ Трампом. Вот самое страшное, что может произойти с Украиной, то, что Трамп победит и станет следующим президентом. Ни в коем случае это допускать нельзя. И самое интересное, я вот думал, что уже все. Уже, ну, кто это будет слушать? Уже понятно, что это. Уже мы видим, уже что с Байденом происходит, какая помощь идет от Байдена. Что было с Трампом, и что Трамп говорил. И что Трамп говорил, и уже создали программу. Уже показы. Нет, продолжается. Продолжается сегодня. У нас новое, что Трамп, обращаясь к своим избирателям, напал на Зеленского. Сказал, что каждый раз он такой хороший торговец уезжает 60 миллиардами американских долларов. Каждый раз, все время. Каждые две недели он приезжает и срывает 60 миллиардов долларов у нас. И вот он начал это раскручивать. Что вы думаете? Дофига просмотров. Больше, чем у нас, у всех пятерых или там десятерых этих ненавистных трампистов. Вместе взятых. Включая знаменитого экономиста. Включая знаменитого писателя-философа. Включая военного. Включая еще одного военного. Двух ветеранов американских. Нет. Вот этот вот комсомолец срывает куш. Ну, и как с этим бороться? Постараюсь вскоре хотя бы разобрать это еще раз. Но это бестолково. Эти люди, которые ничего не поняли за все эти годы, что происходит, что с ними происходит. Ну, наверное, заслуживают. Мы все заслуживаем это. То есть, мы имеем, что мы имеем. И если нас так много идиотов, значит, надо, чтобы что-то случилось в мире, чтобы это нас излечило от этого. Ну, всегда лечение очень полезное. И иногда убивает. Как рак лечить. Но духом не падаем. Ждите следующей программы, где я постараюсь войти в дебаты. Ну, дистанционно. Я не могу с этими идиотами разговаривать. Да, они и со мной не будут. Разобрать, что же он говорит и где он дурит. Опять же, не потому что я думаю, что я кого-то смогу убедить или переубедить. Уже не получится. Уже не получится. Уже у всех сформировано это. И, как сказал Михаил Йосифович Веллер, это таким образом определяется уровень вашего интеллекта и уровень вашего соображения. Если у вас мозги, как у белки, ты уже ничего не сделаешь. Ну, ничего ты не можешь сделать. Это, как говорит Андрей Николаевич Ларионов, это религиозное убеждение. Ты не можешь переубедить религиозное убеждение. Ну, в единичных случаях. Если люди глубоко не верующие, а религиозные, их религия, это все. Мы это видим. Готовы убить. Готовы культ смерти создать. Из-за вот этого вот слепого религиозного веры в то, что недоказуемо. И никакие факты, никакие примеры не изменят этих людей. Только изменит одно. Это встреча с Аллахом, с Богом, с кем угодно. С Лениным в мавзолее. Кто еще у них там Бог. Держим строй. Не падаем духом. И продолжаем драку. Самое главное, не выходите с боя. Капитан Юра, over and out.